Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменовании 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы! Парад Победы! Парад Победы! И Знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! На край! Парад Победы! Отдельного комендантского преображенского полка под музыку песни Александрова «Священная война» вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Эта песня на стихи лебедево-кумача стала символом несокрушимой боли народа, ставшего на защиту Родины и победившего вероломного врага. Ура! 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 Вра! Ура! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 В составе взводов сухопутных войск, Воздушно-космических сил и военно-морского флота. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Слушатели Академии уже имеют боевой опыт. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Министерство обороны Российской Федерации Возглавляет парадный расчет начальник университета Генерал-лейтенант Игорь Мишуткин. Дважды краснознаменные орденов Лениной и Октябрьской революции, двух орденов Красной Звезды, военный университет в этом году отвечает 100-летний юбилей. Университет является единственной в стране высшей военно-гуманитарной школы, ведущим центром подготовки специалистов военно-политической работы. Торжественным маршем по Красной площади проходит военная ордена Ленина Академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Ками, оставившими заметный след в освоении воздушного пространства и космоса. Более полутора тысяч выпускников Академии в различные годы стали героями Советского Союза и Российской Федерации. На Красной площади Краснознаменная военно-космическая академия имени Можайского. Парадный расчет возглавляет начальник Академии генерал-майор Максим Пеньков. Основным направлением деятельности Академии является подготовка военных специалистов ракетно-космического профиля. На Красной площади полк военно-морского флота России в строю курсанты военно-морской, орденов Ленина, Октябрьской революции и Ушакова, Академии имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Ильяс Шигапов. За годы существования Академии в ее стенах получили образование тысячи флотоводцев и морских инженеров. Более 360 выпускников стали адмиралами и генералами. Более 30 выпускников стали героями Советского Союза, Российской Федерации, социалистического труда. На Красной площади курсанты-севастопольцы Черноморского, высшего военно-морского ордена Красной Звезды, училище имени Нахимова. Возглавляет парадный расчет начальник училища контр-адмирал Александр Гринкевич. Выпускниками училища являются более 18 тысяч морских офицеров. Более 20 выпускников носят высокое звание Героя Советского Союза, Российской Федерации и социалистического труда. В парадном строю морские пехотинцы 336-й, отдельные гвардейской белостокской орденов Суворова и Александра Невского, бригады Балтийского флота. Возглавляет парадный расчет гвардии полковник Андрей Лазуткин. В свой прославленный боевой путь годы войны бригада начала под стенами Сталинграда, а закончила на Эльбе. Семь героев Советского Союза и Российской Федерации навечно вписаны в историю бригады. На Красной площади 61-я отдельная киркенесская краснознаменная бригада морской пифоты береговых войск Северного флота. Во главе парадного расчета полковник Кирилл Никулин. Беззаветная отвага, высокая доблесть, личное мужество. В этом сила прославленного соединения. В рядах бригады выросло 10 героев Российской Федерации. На все времена демизм морской пехоты России там, где мы, там победа. С каждым годом растет число девушек, желающих связать свою судьбу с российской аркой. Мимо трибун проходят лучшие представительницы военной академии связи, курсанты военного университета и Вольского военного института материального обеспечения. Рассказка возглавляет расчет полковник Елена Михейкина. Под руководством майора Екатерины Вяховой проходят представительницы военно-космической академии и курсанты военной академии воздушно-космической обороны. Сегодня в рядах вооруженных сил проходят службу более трех тысяч офицеров-женщин. На вооружении соединений и воинских частей российской армии. Открывает парад техники легендарный танк Т-34 под командованием старшего лейтенанта Сергея Громова. Колонну бронированные колесные техники вооруженных сил Российской Федерации представляют автомобили Тигр-М с клеевыми модулями арбалет и корнет, а также бронеавтомобили многоцелевого назначения Тайфун с колесной формулой 4х4. Возглавляет колонну капитан Константин Фукс. На Красной площади колонна боевых машин пехоты «Пурганец-25» и «БМП-3» 27-й Гвардейской Севастопольской краснознаменной бригады, предназначенных для передвижения мотострелковых подразделений и огневой поддержки их на поле боя. Возглавляет колонну майор Игорь Матвеев. По Красной площади проходит колонна современных образцов российской бронетехники. Танки Т-14 «Армата» и боевая машина поддержки танков «Терминатор». Во главе танковой колонны капитан Андрей Батурин. По Красной площади проходит парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой трижды орденоносной таманской дивизии. По главе парадного строя танкистов капитан Андрей Сериков. На вооружении танковых подразделений соединения стоит основной боевой танк Т-72Б-3 с комплексом динамической защиты. На Красной площади парадный расчет 106-й гвардейской воздушно-десантной тульской краснознаменной ордена Кутузовой дивизии. Парадный расчет боевых машин десанта и многоцелевых бронетранспортеров возглавляет майор Денис Бужков. В ходе учений боевые машины подтвердили высокие скоростные и огневые возможности. Артиллерия сухопутных войск представляет колонна 236-й артиллерийской бригады в составе 152-мм самоходных гаубиц Мста-С. Колонну артиллеристов ведет майор Виталий Толатько. Про своей огневой мощи, скорострельности и подвижности артиллерийский комплекс остается одним из лучших в мире. на красной и на красной площади дивизионы ракетных комплексов Искандер-М 112-й гвардейской ракетной бригады, имеющей семь боевых орденов и дивизион реактивной системы залпового огня СМЕРЧ 79-й гвардейской реактивной новозыбковской 3-доргеновосной артиллерийской бригады. В углове парадного расчета майор Александр Моисеев. До сих пор никто в мире не смог достичь уникальных технических возможностей этих ракетных комплексов. На Красной площади парадные расчеты подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск. Разглавляет колонну подполковник Максим Вороной. В колонне зенитные ракетные комплексы ТОР-М2 538-го гвардейского Тарнопольского ордена Александра Невского полка и БУК-М2 лучшего соединения сухопутных войск 35-й зенитной ракетной бригады. Комплексы ПВО позволяют отражать массированные удары средств воздушного нападения с любых направлений. Парадный расчет воздушно-космических сил России представляет 612-й гвардейский киевский трижды краснознаменный орденов Александра Суворова и Богдана Книгницкого зенитный ракетный полк. Колонну зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С возглавляет майор Михаил Смирнов. Тульские оружейники создали уникальный оборонительный противовоздушный комплекс для борьбы с любыми типами летательных аппаратов и ракет. На Красной площади колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 549-го ростознаменного зенитного ракетного полка под руководством майора Владимира Яхунина. Комплекс «Триумф» способен поражать все средства воздушно-космического нападения противника. С каждым годом растет количество стран, желающих защищать свое воздушное пространство с помощью ЗРК С-400. По Красной площади проходит механизированная колонна Росгвардии. Возглавляет колонну капитан Виктор Карпов на вооружении подразделений сил специального назначения бронированные автомобили «Патруль» и «Урал», позволяющие личному составу Росгвардии в кратчайшие сроки выполнять задачи и реагировать на изменяющуюся обстановку. Проходит специальная техника военной полиции «Министерство обороны России». В ее составе универсальные автомобили повышенной защищенности «Тигр-М», «Тайфун-К» и «Тайфун-У». По голове парадного расчета майор Павел Максимов. Специальная техника позволяет военным полицейским успешно выполнять широкий спектр специальных задач, подтверждая свои высокие эксплуатационные характеристики. На Красную площадь выдвигаются автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ордена Путузова дивизии ракетных войск стратегического назначения. Командует парадным расчетом подполковник Роман Бакшин. Ракетное соединение вооруженные комплексы «Ярс» составляет основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкают парадный строй боевой техники колесные боевые машины пехоты «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Ж mixed ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завершаем парад совместным выступлением военнослужащие 154-го, отдельного комендантского приоброженского полка, суворовцы московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова, музыканты оркестра московского гарнизона и девушки-курсанты военного университета. Командует девушками-курсантами полковник Олеся Пука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 победы! Ура!